Дорогие друзья, всем привет! Сегодня я буду готовить 3 салата для праздничного стола. Салаты все очень вкусные и эффектно смотрятся на праздничном столе. Первым приготовим слоеный салат с красной рыбой, помидорами и сыром. Это очень вкусное блюдо, которое уместно как на праздничный стол, так и в будние дни. Готовится быстро, просто выкладывается слоями. Для начала помидоры очищаю от серединки, чтобы они не потекли в салате. И нарезаю небольшими кубиками. Яйца отделяю белки от желтков. Желтки натираю на мелкой терке, а белки на средней. Рыбку я на 15 минут отправила в морозилку, чтобы она легче резалась. Нарезаю мелким кубиком. Сыр натираю на средней терке. Я салат буду выкладывать в кольце, но также очень эффектно он будет смотреться в прозрачной чаше. Нижний слой выкладываю рыбу. И смазываю майонезом. Теперь выкладываю желтки. Разровняю и смазываю майонезом. Затем выкладываю помидоры. Теперь выкладываю сыр. И смазываю майонезом. Кольцо немного приподнимаю, чтобы салат получился высокий. Затем выкладываю белки. Немного придавливаю. Верхний слой подсаливаю. И снимаю форму. Украшаю зеленью и кусочком рыбы. Салат получается просто безумно вкусный. Приготовим следующий салат. Точный список ингредиентов, как всегда, смотрите внизу под видео. Для этого салата я также нарезаю обжаренную со специями куриную грудку. Сюда же нарезаем хорошую вкусную ветчину. На крупной терке натираю отварной картофель. Яйца отделяю белки от желтков. И белки и желтки натираю на мелкой терке. Отдельно. Далее на крупной терке натираю морковь. И соленые огурцы. С огурцов я слегка отжала жидкость. Выдавливаю к огурцам зубчик чеснока и перемешиваю. Теперь на блюдо устанавливаю бокал или стакан. И вокруг выкладываю нарезанную куриную грудку с ветчиной. Смазываю майонезом. И затем выкладываю натертый отварной картофель. Картофель немного подсолю. И смазываю майонезом. Далее идет слой соленых огурцов с чесноком. Огурцы я не смазываю майонезом. И затем выкладываю отварную морковь. Морковь также немного подсаливаем и смазываем майонезом. С помощью лопатки немного подровняю салатик. Теперь сверху салата выкладываю яичные желтки. Внизу салатика выкладываю яичные белки. Сбоку по низу салатика выкладываю яичные белки. Стараюсь придать форму звезды. Слегка придавлю лопаткой. Украшаю маслинами, веточками петрушки. И в серединку я еще вставляю маленькие кусочки болгарского перца. Убираю бокал. Вот и все, салат готов. Приготовим следующий салат. Обжарила на сковороде куриное филе со специями. Теперь мелко нарезаю лук. Лук замаринуем. Добавляю соль, сахар и яблочный уксус. Примерно столовую ложку, можно и две. Перемешаю и отставлю, пока буду готовить салатик. Мелко нарезаю маринованные огурчики. У меня свои домашние. Можно взять и просто квашеные огурцы. Нарезаю обжаренное куриное филе. Для этого салата можно и отварить куриное филе. Можно взять копченое куриное филе. Далее натираю на крупной терке отварную морковь, картофель и яйца. Первым слоем выкладываю куриное филе, смазываю майонезом. Затем выкладываю половину картофеля. Картофель солю и перчу. Слегка разровняю поверхность и смазываю майонезом. Далее выкладываю всю морковь, солю ее, разравниваю и выкладываю огурчики. Также разровняю и смазываю майонезом. Затем выкладываю маринованный лук и оставшийся картофель. Солю и перчу, разравниваю и смазываю майонезом. Затем выкладываю отварные яйца натертые, солю и смазываю майонезом. Далее выкладываю маринованные опята. Опята я предварительно промыла под проточной водой. Украшаю зеленью и салатик готов. Желательно ему еще дать настояться примерно час-два в холодильнике и можно подавать на стол. Ну вот и все. Я надеюсь вам понравится хоть один из этих рецептиков. А я с вами прощаюсь. Готовьте на здоровье! Пока-пока!